Слово эксперту Скажите, пожалуйста, судебное и внесудебное исследование. В чем разница? Разница исключительно в том, что в судебном исследовании экспертиза началась по определению суда. А в внесудебном исследовании мы исследования делаем только по договору. В данном случае по самой сути исследования и экспертизы разницы никакой нет. Ну, помимо, наверное, подписки подвески. Ну, естественно, это понятно. Скажите, пожалуйста, претензионный порядок. Обычно у нас по защите прав потребителей, потому что этот вопрос относится к закону о защите прав потребителей, в рамках досудебного разбирательства, в рамках претензионного порядка. Ваши экспертизы, кто является, вернее, вашим заказчиком более массово? Это физические лица, либо это все-таки поставщики, это продавцы? Кто именно? На самом деле, 50 на 50, потому что по закону о защите прав потребителей, если изначально заказчик, в данном случае покупатель, обращается в магазин и говорит, что у него обувь некачественная, то, соответственно, продавец должен за свой счет провести экспертизу. Это по закону. Как правило, если у них нет своего эксперта, либо они вообще не хотят проводить данный вид исследования, пока не экспертизу исследования, то они просто отправляют покупателей и говорят, идите сами проводите исследования, а потом уже придете к нам с результатами. То есть получается, что добросовестный продавец, он изначально может принести к нам обувь на исследование, сказать, проверьте вот на соответствие ГОСТу, на нашем требованиям, и тогда уже мы делаем исследование в соответствии с тем, что он нам представил. Но чаще всего все-таки приходят сами покупатели, потому что сталкиваются с дефектами, которые не могут доказать, что все-таки непроизводственные, они приходят к нам, чтобы мы все-таки проверили на качество, на соответствие ГОСТу. То есть на самом деле 50 на 50. Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Если что-то, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Я думаю, что из нашей беседы вы что-то для себя подчеркнули, что-то вам было интересно. А будут ли какие-то проблемы, будут ли какие-то вопросы, какие-то неясности в нашем разговоре, звоните, мы вам всегда подскажем, и при необходимости проведем для вас экспертизу. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok